Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы с вами приготовим сыр Кубань. Полутвердый ломтевой сыр российской группы с низкой температурой второго нагрева и с высокой степенью молочнокислого брожения. А это значит, что мы будем закваски вносить два раза. Первый раз при закислении молока и второй раз в сформированное зерно. Сыр хорош тем, что имеет достаточно быстрый срок созревания. Месяца будет достаточно для полного созревания этого сыра. Интересный факт о сыре Кубань это то, что он уже более 60 лет выпускается на маслосырзаводе, который называется Тбилисский маслосырзавод в городе Краснодар. Вот откуда взялся в городе Краснодар Тбилисский маслосырзавод, не спрашивайте. Ну а краснодарцев прошу написать в комментах, есть ли этот завод на сегодняшний день, но по-моему есть. Насколько я знаю, он выпускает даже интересные российские сыры с голубой плесенью, который называется как-то типа Рокфор, но не Рокфор, а Рокфорини. В общем, напишите о этом маслосырзаводе, почему он называется Тбилисский, если вы знаете, и также о самом сыре Кубань. Напишите свои отзывы, пока еще не посмотрели, что у нас получится. Варить мы сегодня будем из 20 литров пастеризованного коровьего молока в сыроварне полного цикла нашего производства. Друзья, в описании ролика найдете ссылочку на видеообзоры 4 разных сыроварин, которые мы с Ларисой производим, видеообзор пресса для сыра, обзоры профессиональных форм и много чего интересного для сыроделия. А также в описании ролика будет ссылка на сайт, на котором можно купить сыроварни, пресса для сыра. Ну, в общем, все, что есть на сайте и отправляем мы в любую страну. То есть не только по Украине, отправляем и в Россию, и в Канаду, и в Америку, и в Израиль, и даже в Австралию. Поэтому, если вас что-то заинтересовало, пишите, и мы вам обязательно ответим. Если у вас нет сыроварни, рекомендую готовить этот и другие сыры на классической водяной бане, состоящие из двух кастрюль, так, чтобы избежать прямого нагрева. Готовим, как я уже сказал, мы сегодня из 20 литров молока. Молоко нужно нормализовать по жиру. Молоко обязательно должно быть вчерашнее, созревшее. То есть вчерашние вечерние дойки мы молоко охлаждаем до 10 градусов и на следующее утро начинаем варить сыр. Нормализация по жирности выглядит вот так вот. Я механическим образом снимаю 50% сливок, которые поднялись за ночь. Если вы работаете с сепарированным молоком, тогда точно так же вы сепарируете молоко и половину сливок возвращаете в обрат. И после этого уже варите сыр. Тут хорошо видно вот линия сливок, там, где они поднялись. И я примерно на глаз, то есть не надо точно, примерно на глаз половину снимаю. Из домашних сливок можно приготовить домашнее масло и домашнюю сметану. Видео о том, как это сделать, есть у нас на канале. В данный момент мы молоко пастеризуем. В домашних условиях идеальный регламент пастеризации молока следующий. Нагреваем молоко до 65 градусов, выдерживаем паузу 15 минут и охлаждаем до температуры закисления, до температуры внесения закваски и других компонентов. В нашем случае это температура 32 градуса. Не рекомендую в домашних условиях нагревать молоко до промышленных температур 70-71 или 72 градуса. На то есть много причин. Для дома идеально вот такая вот мягкая пастеризация. Поверьте, она за 15 минут убивает 100% бактерий. Ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления сыра кубань, следующие. 10% раствор хлористого кальция. Можно использовать аптечный хлористый кальций. Молокосвертывающий фермент в любой форме. Для данного типа сыра я рекомендую использовать либо микробиальный, либо растительный молокосвертывающий фермент. Если используете животные, то желательно, чтобы количество пепсина было выше, чем количество химозина. Также нам понадобится два типа закваски. Первая закваска мизофильная газообразующая. Эту закваску мы будем вносить в молоко после пастеризации. В количестве 1-2 чайной ложки на 20 литров молока. Также нам понадобится мизофильная негазообразующая закваска в количестве 1,4 мерной ложки на 20 литров молока. Опционально будем использовать анато. Все ингредиенты предоставлены нам нашим спонсором интернет-магазином сырок.com.ua. Ссылочку на интернет-магазин найдете в описании ролика. Также в описании ролика будет промокод на скидку от нашего канала. В магазине вы можете купить как закваски по отдельности, мизофильные, термофильные ферменты, так и готовые наборы для приготовления сыра, которые рассчитаны на 5, 10, 15, 20 литров. Большинство наборов мы составляли и тестировали самостоятельно. И как обычно, друзья, ссылка на текстовый пошаговый рецепт приготовления сыра Кубань будет в описании ролика. Первая ссылка будет, там будет написано текстовый рецепт тут. Переходите по ссылке на наш текстовый блок, и там будет полная навеска ингредиентов и описание всего процесса приготовления, именно текстовое описание. Можете его скопировать и использовать как подсказку при приготовлении. Из оборудования, кроме сыроварни и пресса для сыра, нам понадобится лира или нож для нарезки сгустка. Также мы будем использовать форму, вот такую вот форму диаметром 20 см без дна. Помимо этого, нам понадобится стандартный набор шумовка, ковшик, лавсановая салфетка, либо сетка серпянка для отхода влаги при формировании головки. Итак, мы нагреваем молоко до 65 градусов, выдерживаем паузу, после чего охладим его и будем продолжать. После пастеризации молока на поверхности обычно собирается пенка. Тщательно ее собираем. Далее нужно стабилизировать молоко по кальцию, так как после пастеризации молока часть кальция, содержащаяся в нем, переходит в нерастворимую форму. Нам надо эту часть кальция восполнить. Вносим 10% раствор хлористого кальция из расчета 3-4 мл раствора на каждый литр молока. Тщательно перемешиваем. Пока будет перемешиваться хлористый кальций, он у меня перемешивается с помощью мешалки, я немного подкрашу сыр. Делаю это с помощью натурального красителя АНАТО. Краситель лучше примерно по 3 капли на 10 литров, так чтобы он был не сильно желтый, но и не совсем белый. Эта процедура совершенно опциональная и по большому счету ей можно пренебречь. Она исключительно косметическая. Перемешиваем все хорошенько и оставляем молоко стабилизироваться на 5 минут. Далее вносим первую порцию закваски. Рассыпаем закваску прямого внесения по поверхности молока и оставляем для регидратации на 3-4 минуты. Далее тщательно перемешиваем молоко движениями вверх-вниз для того, чтобы распределить культуры закваски по всему объему молока. И оставляем для закисления на 40 минут. Поддерживаем температуру при этом 32 градуса. Если вы хотите работать по точкам закисления, а не по времени, что конечно же более правильно, в описании ролика найдете ссылочку на книгу «Справочник сыродела», в которой указаны точки кислотности для всех сыров. Я ожидаю периоды по времени, потому что нормального pH-метра у большинства домашних сыроделов нет. Поэтому мы рассчитываем на то, что мы взяли молоко, оно у нас правильно созрело, то есть вечернее молоко у нас хранилось при 10 градусах. И вот как раз если мы на следующее утро варим сыр, нормальной степени кислотности, после внесения закваски молоко достигнет через 40 минут. Оставляем молоко для созревания. По окончании времени созревания вносим молокосвертывающий фермент. Фермент в любой форме за 10 минут до внесения растворяем, то есть независимо от того, в сухой или в жидкой, растворяем в 50 миллилитрах кипяченой воды, охлажденной до комнатной температуры. И далее оставляем сгусток на ферментацию. Так как мы точно не знаем уровень кислотности, то ферментацию лучше проводить не по времени, а по тесту вращающего цилиндра. Для этого засекаю время и на поверхность помещаю крышку, продезинфицированную предварительно кипятком. Крышка совершенно спокойно крутится по поверхности молока. Каждые 5 минут проверяю крышку. Через 10 минут имеем вот такой вот эффект. Крышечка прилипла, как на резиночке, и когда я ее проворачиваю, она стремится вернуться назад. Значит наступила точка флокуляции, или точка начала образования сгустка. Мультипликатор для этого сыра 3. Умножаем 10 минут на 3, получаем 30 минут. На оставшееся количество минут, то есть на 20, оставляем сгусток для ферментации, при этом поддерживаем температуру. Далее приступаем к нарезке сгустка, или как говорят сыровары, постановки зерна. Делаем эту процедуру в 3 этапа. Спешить не надо, вся процедура постановки зерна должна занять не меньше 15 минут. Первый этап длинным ножом разрезаем сгусток на полоски размером 7-8 миллиметров. Вот таким вот образом. После того, как сгусток нарезан, оставляем отдохнуть его на 5 минут. Друзья, смотрите, по поводу полосок. С линейкой стоять не надо. Особо от этого качества сыра не зависит. Режьте, как получается. Плюс-минус, скажем так. Потому что очень многие задают вопрос, а как же порезать. В общем, нарезаем. Видите, я особо не заморачиваюсь, как его резать. Качество зерна больше зависит от вымешивания, от таких процессов. От того, как вы нарежете, ну, зависит, конечно, мелко или крупно, но это все достаточно условно. Итак, нарезаем и оставляем на 5 минут отдохнуть. Вторым этапом нарезаем полоски, которые мы нарезали пемпендикулярно, чтобы получить столбцы. Видите, за то время, как зерно отдыхает, оно уже отдает достаточно большое количество сыворотки. Та же самая процедура, друзья. Нарезаем на столбцы и оставляем на 5 минут. Завершающий этап нарезки. Либо ножом под углом 45 градусов, либо лирой разрезаем зерно на кубики. Лира, кстати, друзья, входит в комплект нашей сыроварни по умолчанию. Вот таким вот образом. Опять оставляем зерно на 5 минут отдыхать. Далее нам необходимо отобрать 30% сыворотки от количества молока. В моем случае это будет 6 литров. Сыворотку, конечно же, не выливаем. Готовим из нее рикотту. Очень вкусный итальянский сывороточный сыр. Видео, как приготовить рикотту, есть у нас на канале. Главное правило, готовить рикотту сразу же после приготовления сыра, не оставлять на следующий день. Иначе сыворотка перекиснет и рикотта не получится. Так, это у нас 5 и 6. Далее устанавливаем мешалку и начинаем вымешивать зерно. Если мешалки еще нету, тогда вооружаемся девайсом под названием шумовка. И используем для вымешивания зерна этот замечательный девайс. Я же включаю мешалку. Вымешиваем... О, сильно газанул. Надо уменьшить скорость. Вымешиваем зерно в течение 10 минут. В процессе вымешивания зерно потихоньку уплотняется. И становится вот такое вот. Принимает округлую форму и уплотняется. Проводим раскисление. Для этого вносим, получается, 10% от начального количества молока. То есть, в моем случае, 2 литра пастеризованной воды, нагретой до температуры 38 градусов. Вот таким вот образом. После этого вымешиваем еще в течение 20 минут. За 20 минут нам надо поднять температуру только плавно, до 40 градусов. После вымешивания зерно должно выглядеть примерно вот так вот. Далее вносим соль из расчета полная столовая ложка на 10 литров молока. То есть, в моем случае, 2 столовые ложки. И продолжаем вымешивать в течение 10 минут. Далее вносим вторую порцию закваски. Это у нас мизофильная, не газообразующая, обычная кислотообразующая закваска. И после внесения продолжаем вымешивать еще 15 минут. В результате у нас должно получиться вот такое вот зерно. Останавливаем процесс вымешивания и даем зерну осесть на дно емкости или сыроварни, или кастрюли, в чем бы мы ни варили. Далее отбираем всю сыворотку до уровня зерна. Для того, чтобы нам было удобно с ним работать. Застилаю форму органзой. Здесь можно использовать органзу, можно использовать лавсан, можно использовать сетку-серпянку. И перемещаю зерно в форму. Перемещаю слоями, разравнивая каждый слой по форме, для того, чтобы сформировать ровную, красивую головку сыра. И вот так каждый слой немножко уплотняю. Получилась вот такая вот головка в будущем. Накрываю дренажным ковриком. Помещаю поршень от пресса. И приступаем к первому прессованию. Первое прессование весом 1 кг в течение 15 минут. Друзья, ссылочку на видеообзор пресса нашего производства найдете в описании ролика. Кстати, пресс является открытым проектом. Мы совершенно бесплатно делимся с вами чертежами этого пресса, его устройством. Все это есть на нашем сайте. Итак, вес 1 кг 15 минут. Через 15 минут сделаем первый переворот. Первый переворот будем делать без перезаворачивания сыра. Таким вот образом. Извлекаем поршень. Снимаю вот эту вот дренажную поверхность. Головка выглядит вот таким вот образом. Кладу сюда новую дренажную поверхность. Ай, залипло. И вот таким вот образом переворачиваем нашу головку. Увеличиваем вес прессования до 3 кг. Немножко расправлю ткань дренажную, чтобы сильных складок не было. И весом 3 кг прессуем следующие 15 минут. Поехали. Следующим этапом прессования будет, вернее, перед следующим этапом прессования сделаем перезаворот сыра. Головка еще не очень плотная, поэтому надо с ней действовать аккуратно. Вот таким вот образом. Снимаю ткань. Накрываю сверху. Накрываю сверху. Помещаю в форму. При этом стараюсь как можно лучше расправлять все складочки. Опускаем. Ну и, естественно, опускаем. Все, головку мы перевернули. Теперь, друзья, у нас осталось еще два этапа прессования. Уже достаточно поздно, поэтому я показывать их не буду. А сейчас вкратце расскажу. Значит, сейчас мы прессуем сыр 2 часа весом 6 кг. После этого опять его перезаворачиваем, переворачиваем на другую сторону и прессуем уже в течение ночи, в течение ночи, в течение 12 часов, но вот я через 2 часа его перезаверну. И потом в течение 12 часов буду прессовать весом 9 кг. А завтра мы продолжим работу с сыром. То есть я сейчас перезавернул, вес 6 кг, прессование 2 часа. После этого еще один перезаворот, вес 9 кг и прессование 12 часов. И завтра продолжаем. На следующее утро продолжаем продолжать. Извлекаем наш сырок из-под пресса. Сейчас взвесим его. Носмотрим, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая вот красивая головка сыра. Чик, чик. Весом 2069 грамм. 2070 грамм. Отлично. Также у нас получилось 600 грамм рикотты. Переходим к следующему этапу, к засолке. Для этого у нас есть готовый концентрированный солевой раствор. Готовится он следующим образом. Килограмм соли, 4 литра воды, доводим до кипения, соль растворяется. После этого охлаждаем воду до комнатной температуры, добавляем хлористый кальций и добавляем уксус. Хлористый кальций 4 грамма сухого хлористого кальция на 4 литра рассола и 2 столовые ложки уксуса. Помещаем сыр на засолку, исходя из следующей формулы. Так как у нас сыр уже посолен частично в зерне, то в рассоле его солим в течение 3 часов на каждые 500 грамм головки. То есть в нашем случае 12 часов. За время засолки, видите, у нас сыр плавает. Четное количество раз переворачиваем головку, чтобы она равномерно засолилась с обеих сторон. И емкость с рассолом помещаем в холодильник. А через 12 часов продолжим. Следующим этапом после засолки у нас просушка. Извлекаем головку из рассола. Какая она плотненькая стала. Вот обратите внимание. Я всегда объясняю, что посол сыра, соль для сыра, вернее, это не только вкусовая приправа. Это еще регулятор влажности. Также это консервант. Поэтому есть особое правило по посолу сыра. Друзья, выкладываем на обсушку при комнатной температуре. Обсушиваем четное количество раз, каждый день переворачиваем головку. Вот таким вот образом, для того, чтобы она равномерно высыхала. Сигналом к тому, что обсушка закончена, будет ощущение вот так вот тыльной стороной ладони сухого сыра. Холодного, но не влажного. Занимает это обычно 2-3 дня. После обсушки продолжим. После того, как сырок обсох, вот так вот проверяем его, он сухой. У нас это заняло трое суток. Можно приступить к формированию покрытия. Можно использовать разные варианты покрытия. Можно натуральный воск. На нашем канале есть видеообзор, как из пчелиного воска сделать классное покрытие для сыра. Получается очень ароматное. И достаточно просто все это делается. Можно использовать латекс. Латекс я рекомендую в последнюю очередь. Потому что он имеет достаточно резкий запах, который передается к сыру. Самое лучшее, на мой взгляд, водно-полимерное покрытие параколт. Оно бывает разных цветов. Бывает черное, бывает желтое. Я вот тут вот для разнообразия решил использовать черное. Суть этого покрытия, оно такое же по своему виду, по своим свойствам. Такое же, как латексное. Но за счет того, что оно не на латексной основе, а на водяной основе, оно не имеет вот этого вот резкого латексного запаха. Ссылочку на покрытие найдете в описании ролика, друзья. Покрываем головку вот таким вот образом. С одного сверху, допустим. И с торца до половины. После этого обсушиваем ее. Обсушивать нужно в холодильнике или в климатической камере. Так просто быстрее сохнет, чем в тепле, покрытие сохнет дольше, чем на холоде. Не знаю даже, чем это обусловлено, но факт остается фактом. После этого переворачиваем ее, покрываем с другой стороны, опять обсушиваем. И далее эту процедуру повторяем. Покрывать будем в два слоя. Вот я сейчас всем этим буду заниматься. После того, как полностью покрою головку, вернусь к вам и расскажу о созревании дальнейшем. После того, как мы полностью сформировали покрытие, приступим к созреванию. Помещаем сыр-кубань в климатическую камеру. Друзья, если у вас еще нет климатической камеры, например, такой, как у меня за спиной, в описании ролика вы найдете 4 видео, в которых я рассказываю, как из запчастей с Алиэкспресс собрать с помощью обычного холодильника полноценную климатическую камеру. Также будет ссылочка на сайт, на котором размещены схемы сборки. Ну и само оборудование для климатической камеры, если не хотите заморачиваться со сборкой, можете купить у нас. На сайте будет, отправляем мы в любую страну мира. Вот, а если интересуют схемы, на сайте есть раздел «Открытые проекты». Заходите в него, и там все схемы, все ссылки, все это есть. Регламента созревания сыра-кубань существует два. Первый регламент – это 20 дней при температуре 12-14 градусов и относительной влажности 75-80%. Это более ускоренная. Есть более классическая технология созревания – 45 дней при температуре 8-10 градусов и также относительной влажности 75-80%. Мы будем созревать его по классической технологии. И встречаемся с вами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то у меня камера уже трещит по швам от количества сыров. Скоро будет много дегустаций. Встречаемся с вами через 45 дней, продегустируем и оценим результат. Прошло полтора месяца, и мы можем приступить к самой вкусной части нашего видеоролика, а именно дегустации сыра-кубань. Конечно же, предварительно разрезав головку и показав вам, какой красивый сырок у нас получился. Действительно, разрез очень красивый. Такой прям, ну, очень-очень мне нравится. Таким вот образом сейчас возьму другой нож, чтобы не уродовать сыр, и нарежу тоненькие кусочки. Вот такой вот красивенький на разрезе получился сырок. Согласитесь, разрез очень классный, мне нравится. Сейчас покажу нарезанный кусочек, ломтик, сыр эластичный, красивый, имеет классную консистенцию. По-моему, все хорошо, и давайте приступим к дегустации. Но прежде чем приступить к самому вкусному, друзья, хочу вас пригласить в нашу группу в Фейсбуке, которая называется «О приготовлении сыров, колбас и вкусного домашнего алкоголя». Ссылочка на группу в описании ролика. Группа закрытая, для того, чтобы стать участником, нужно подать заявку. После этого я ее, конечно же, одобрю, и вы сможете присоединиться к нашему сообществу. Нас уже больше 4000, и группа у нас очень крутая. Очень доброжелательные, увлеченные приготовлением домашних сыров, колбас и винокурением люди, у которых вы всегда сможете попросить совета в приготовлении тех или иных домашних деликатесов. Также, друзья, в группе разрешено публиковать объявления о продаже ваших продуктов крафтового производства и о продаже оборудования, которое касается винокурения, колбасирования и сыроделия. И давайте о Кубани. В принципе, Кубань, как мы уже говорили в начале этого видео, ординарный ломтевой столовый сыр. Ничего сверхъестественного особо в нем быть не должно. Это сыр, который мы регулярно видим на полках наших магазинов. Но, мне кажется, приготовленный в домашних условиях, он будет отличаться от магазинного, очень сильно отличаться. Но вот по запаху аромат сыра не очень яркий, он очень нежный, такой орехово-лесной. То есть вот аромат у него утонченный, я бы сказал. Давайте по вкусу. А ну, в первую очередь, о применении. Сыр отлично подходит для бутербродов. Он хорошо плавится, поэтому подойдет для горячих бутербродов. Помните, как в детстве, когда приходили со школы, кусочек колбаски, кетчупа. Помните, еще в таких бутылочках был кетчуп болгарский, по-моему, я не помню. Сверху сырок, в духовку, микроволновок так тогда не было. И получалась такая детская школьная пицца. Так вот, сыр Кубань отлично подходит как для пиццы, так и для горячих бутербродов. То есть плавится он хорошо. Ну и, конечно же, в составе сырной тарелки этот сыр будет просто прекрасен. Если у вас есть дети, которых вы собираете в школу и готовите им бутрики с колбаской и с сырочком, то этот сыр будет просто прекрасный. Теперь давайте о вкусе. Очень недорно, я вам хочу сказать. Даже очень недорно. Сыр очень нежный, вкус немножко кисловатый. На послевкусии, помимо кислинки, очень отчетливо такой вот лесной грибной аромат, лесное грибное послевкусие. Хотя все сыры вроде бы как бы и обычные, но каждый вот из подобных сыров, мы сейчас готовим целую серию сыров из нашего детства или из наших магазинов. То есть многие сыры до сих пор есть на полках наших магазинов. Так вот, как-то получается, что в магазине там, какой не купишь, Буковинский, Костромской, Кубань, по-моему, они все одинаковые. Домашние очень сильно отличаются. Каждый сыр имеет свой ярко выраженный вкус. Ну и мне это нравится, по-моему, это круто. Итак, дорогие друзья, с удовольствием вам представляем рецептуру приготовления сыра Кубань в домашних условиях. Обязательно приготовьте его на своей кухне или в своей домашней или крафтовой сыроварне. Обязательно сравните этот сыр с магазинным сыром, с сыром с магазинной полки. Вот буквально, когда у вас созреет головка, купите из магазина там ломтик сыра Кубань и сравните. И вы прозреете, насколько домашний сыр отличается от магазинного. Действительно, разница просто огромная. Друзья, я буду заканчивать. Желаю вам вкусного сырочка Кубань и вкусных сырков всех остальных. Также желаю вам творческих успехов. Оставайтесь с нами. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А мы для вас варим очень много вкусных, интересных сыров. Всего доброго. Пока.